МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА guitar solo Ну, открытие, как всегда, сговораживает. Приехал мэр города и, как говорит о том, что он любит борьбу, ему нравится смотреть. Ну, хочу сказать, что, конечно, 32 субъекта Российской Федерации приехал на турнир, это много, это здорово. Около 400 участников это тоже хорошо, значит, турнир просветает. Дай бог, чтобы на следующий год было еще больше. А то, что касается открытия, знаете, ну, приятно смотреть, что каждый регион вышел своей табличкой, можно было видеть, откуда кто приехал. Поэтому, ну, я бы хотел сказать, с каждым годом все получше и получше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Турнир очень важный для города Хабаровска. Я только назову две цифры. Это 33 субъекта и более 400 участников соревнований. Говорит о том, что это очень популярный вид спорта, это олимпийский вид спорта. Сегодня многие уже получили мастеров спорта, именно мастера спорта, занявшие первое место. И я очень признателен организаторам этого турнира, Федерации Хабаровского края, города Хабаровска, Российской Федерации. Потому что без организации такого действительно масштабного мероприятия, масштабного соревнования не получилось бы. И поэтому то, что сегодня мы видим на Хабаровской земле, в честь образования города Хабаровска, 161-й годовщины, это действительно сказка и удача для всех спортсменов. Город Хабаровск, он не зря называется спортивным городом. Давайте мы посмотрим даже на то, что вот в этом году будет сдаваться дворец самбо, федеральный дворец. У нас строится федеральный центр по подготовке олимпийцев. У нас предстоящие олимпиады в Японии, в Китае. Все спортсмены, кто будет принимать участие, олимпийцы, они будут тренироваться, адаптироваться здесь, в городе Хабаровске. Это говорит не просто о многом, это говорит о том, что спорт начинается на Дальнем Востоке, спорт начинается в Хабаровске. Поэтому мне приятно, мне очень приятно, когда мы видим, что вот недавно проводили международный турнир по боксу в памяти Героя Советского Союза Короткова. То есть это говорит о том, что, вот я не зря сказал, география должна расширяться. К нам должны приезжать со всего мира. И сами спортсмены потом говорят, что да, Хабаровск это действительно спортивный город, нам приятно, удобно и комфортно здесь находиться. Героя Советского Союза Короткова в этом году у нас маленький юбилей, это пятый турнир Кубка Мэра в ранге всероссийского турнира. Турнир получился достаточно сильным. Приехали не только регионы, приехали сильнейшие борцы из этих регионов. Те борцы, которые входят в сборную страны, которые в ближайшее время будут представлять нашу страну на самых высоких вершинах спорта. Команда готовилась по-разному. Кто-то со сборной команды России, кто-то уезжал в регионы, здесь на местах работали. Готовы, достойны, я считаю. Не в самой лучшей форме, потому что сейчас еще такой период, когда мы готовимся к первенству России, и мы не подошли к пику своей активности. Поэтому, я думаю, достойно выступим. Конечно же, есть ребята, которые претендуют на первые места. Будем их наблюдать. Таких отрубатцев, Артем. Ну, и там ряд ребят долго перечислять. Посмотрим, борьба покажет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эти соревнования отдадут ребятам звание мастера спорта России, чтобы они могли стремиться дальше, было желание бороться. Приехали сюда олимпийский чемпион Алексей Мишин приехал показать тем же молодым ребятам, к чему можно стремиться. С этих же ковров он также начинал, как и многие другие борцы, которые сейчас находятся в сборной России. У них такие же есть шансы в будущем. Как бы мы со стороны своей федерации российской будем помогать всем в развитии этого турнира, чтобы он дальше прогрессировал, больше роста, и каждый год, чтобы все больше и больше народу приезжало сюда, развивало этот вид спорта. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я думаю, что и регионы заинтересованы в том, чтобы спортсмены получали именно в этом возрасте, именно возраст до 21 года. Это очень важно, потому что это турнир не мужчины выступают, а именно молодежь до 21 года. И вот в этой категории получить звание мастера спорта, я думаю, очень почетно. И вот я еще раз повторяюсь, все те структуры, которые организовали этот турнир, они сделали очень хорошее дело для развития в Хабаровске борьбы в целом, для популяризации этого вида спорта в России. И то, что мы привлекли в этом году спортсменов из Казахстана, то есть мы тем самым расширили географию этого турнира. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Столько вышел с финального поединка, поединок был упорный, соперник был хороший, достойный. Просто сегодня чуть повезло мне больше. На этом турнире удалось призвать звание мастера спорта. Достаточно серьезное уже достижение, я думаю, для спортсменов. В конце поединка получил рассечение. Ну, это не помешало ходу событий, получилось выиграть все-таки. Спасибо всем за организацию этого турнира. Очень хороший турнир провели, мастерский турнир с российских. Первый раз в Хабаровске. Хороший город, все очень понравилось. Спасибо всем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все соперники хорошие были. Кандидатом мастера спорта. И три сфатки выиграл до этого, до финала. И в финале я одержал примерно 10-2. Дальше будем тренироваться, будем готовиться на турнир в России. Спорт-Океана будет. Ну, в ближайшее время. Будем тренироваться, слушаться тренеров и дальше побежать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Уже сказано многое. Участниками, представителями, гостями соревнований. Мне, как руководителю Федерации спортивной борьбы города Хабаровска, хотелось бы просто поблагодарить всех тренеров, работников универсального спортивного комплекса, управления по физической культуре и спорту, руководителя этого учреждения Леонова Александра Юрьевича. Поблагодарить членов Попщиньского совета, руководителя Попщиньского совета, заммэра города Хабаровска Андрюшина Александра Александровича. Ну и, конечно же, поблагодарить мэра города Хабаровска Кравчука Сергея Анатольевича. Без вот этих всех людей проведение такого турнира, конечно, было бы проблематичным. Пользуясь случаем, хотелось бы поздравить всех жителей города Хабаровска с Днём Города, пожелать им крепкого здоровья и благополучия. Субтитры создавал DimaTorzok